и теперь находи 1 2 3 находишь ее да я нашла она здесь хорошо и в комнате диагностики да есть она здесь хорошо и давай продиагностируем ее полностью посмотри на предмет воздействий всевозможных присадок интерференции имплантов магических воздействий чужеродных энергий полная диагностика вот я просматриваю сейчас ее общий фантом идет довольно тяжелая энергетика а эта энергетика идет из астрального тела сама по себе тяжесть это низко вибрационная она идет со стороны астрала это говорит о том что на эмоциональном фоне идет основное загрязнение я просмотрю сейчас ее по всем телам до разложили на количество фантомов и просканирую полностью все энерготела но я вижу неполадки в эфире вере я вижу уплотнение говорит о том что есть сгустки энергии именно сгустки энергия нет циркулирует не проходит качественно через все эфирное тело это сказывается в в том числе на физическом уровне могут быть тяжести в ногах и со стороны груди тоже вижу уплотнение но не знаю как это может на физике проявляться либо сердечной либо дышкой тяжелой но вот нечто давище такое может присутствовать на физическом плане потому что в этой области тоже я вижу уплотнение так астрал несчастный скажу сразу тяжелый энергетика идет оттуда тяжелая так но сейчас я это общая была общий просмотр смотрю на предмет воздействий конкретно но вот грудь грудь и нее там я вижу лярву все тот самый большой энергетический сгусток в груди по времени по времени более десяти лет есть этот сгусток то есть момент его приобретения это более десяти лет давности потому что довольно состояла энергия объем потому что подкармливается опять же за счет негативных эмоций здесь какое-то состояние боли тяжести внутренней ну-ка не идет это передается на мой эмоциональный фон то есть я подобным образом считываем так значит конкретнее лярва так дальше браслеты на руках вижу так браслеты на руках такое чувство что ее это сковывает сейчас посмотрим куда идет канал канал идет к женщине логическое сейчас я попробую посмотреть насколько это профессиональная магия либо это энергетика довольно другого человека нет это конкретно магическое воздействие зафиксировал и у нее кроме браслетов на руках спину со стороны спины идет стрела водку это тоже получается образ к пути но только со стороны спины но ты понимаешь это клетка только сзади такая стрела идет удар это был магический удар это еще один 11 это вести энергетическая связь между браслетами этой стрелой имеется между женщина все это соединено так сделал мастер хорошо так еще что то есть основное еще кроме всего противо именно астральное тело оно очень сильно загрязнено негативной энергией это ее энергия это не только лярва чужеродная энергетическая составляющая это ее негативная энергия от которой она в свое время не избавилась и это как глубоко она наматывается здесь обида здесь недоверие ложь какая-то ложь постоянно идет ложь видимо возможно это связано с каким-то предательством так ложь это ей приходится или она она опасается этого то есть удар лжи и именно негативные эмоции сгустки на почве какой-то лжи но я говорю что скорее всего это возможно какое-то предательство было обман связано но это именно те эмоции которые она не отпустила не пропустила через себя любая эмоция она проходя через наше астральное тело она проходит и усваивается она должна усваиваться любая эмоция так же как пища любая пища физическим телом должна усваиваться если попадает эмоция которая не усваивается не растворяется она превращается в подобного рода сгустки и дальнейшем она обрастает еще большей энергетикой негативного характера мешает человеку очень сильно она сковывает его не проходит энергия также через астральное тело и нет нормальной циркуляции нет выхода и собственно из-за этого идут проблемы и на ментальном уровне но это может сказываться с тем что но она периодически не то что периодически она она не видит дороги вперед информация вокруг нее информационное поле оно сужается не дает достаточной информации достаточного видения пути ее пути по жизни это основное что я вижу в нее давай убирать хорошо и давай тогда начнем с лярвы в груди нам более десяти лет и давай пожалуйста посмотри в чем причина когда она подцепилась по ленте времени мы отматываем назад ленту времени отматывается назад и ты в причине в первом моменте когда это лярва входит 1 2 3 довольно давнишняя ситуация более десяти лет я сказала но здесь я по крайней мере вижу ее молодой женщиной не знаю лет 30 вот так так причина мужчина вот как раз идет я вижу очень сложная какая-то ситуация ее которую она считает для себя ударом лярва она получила именно в этот момент своей жизни то есть это не краткосрочная эмоция это именно то что она очень долгое время в себе хранила подпитывала сама же и оставила у себя не отпускала как бы нет это связано также с горловой чакрой я вижу у нее когда пошло это поражение поражение еще слот через вишудху а во первых здесь скорее всего параллельно сло сейчас мне самое тяжело хорошо у тебя энергия нет я просто вошла в нее хорошо и я подошла как раз к тому моменту когда ей хорошо хорошо давай у тебя эмоции входит эмоции уходит ты спокойно себя чувствуешь полностью восстановлен тоже тяжело стало именно в этой области у нее это было эмоционального характера когда она проявляла излишнюю эмоциональную через голос и так же когда пошло подавление ее эти события взаимосвязаны кстати с с магическим ударом на что магический удар вот вишудка ее перекрыто подавление воли понятно так тебе приходит понимание здесь мы что-то можем изменить в этой ситуации нет переиграть события нет нет это ее обычно это ее кармический узел это ее нормальная программа то что было ничего показывает что менять не следует это было она через это проходила и собственно все что она проходила она проходила нормально менять не стоит нужно просто убрать последствия единственное чего не было по программе это магич он не по программе так ну это мы сделаем тоже хорошо тогда возвращайся в момент здесь и сейчас ты в моменте здесь и сейчас так посмотри сейчас этот кармический узел пройден да уже так лет хорошо эти энергии отработанные мы соответственно можем удалить ляру да безусловно хорошо и давай тогда ты используешь подходящий инструмент высоковибрационный так и готовишь сразу воронку и портал на ее частоте да я начинаю работать до начинаю удалять один два три пошло удаление ну довольно темная вот эта субстанция она грязная она как смола вязкая липкая я удаляю и давай в портал есть брала лично все безвозвратно хорошо так сделали хорошо так теперь дальше это у нас магические воздействия до браслеты также удар спину стрела да они связаны до их как бы да так хорошо как себя чувствуешь ну вот у меня когда я начинаю рассматривать вот это магическая энергию мне как раз просто тоже без шутку перекрывает поэтому не перекрывает мне лично но я считываю информацию хорошо давай тогда ты считал информацию теперь у тебя она не перекрывается шутка не перекрывается ты чувствуешь себя отлично гармонично полная энергия защита действует продолжать действовать на полную хорошо и так магическое воздействие да это мастер ты сказал мастер женщина так причину да почему поставили какая считываешь ну я к ней попробую подключиться хорошо давай тогда проявляется мастер ответственно за подключить женщина молодая была на тот момент она мне на выходит лет сорока сама мастер заказ был от женщины так хорошо причина она мне фотографию показывает просто фотографию показывает и говорит что у меня был заказ и все да это я к вам нету я говорит больше ничего показала что через фотографию она работала вот каким образом воздействовала спрашиваю соль говорит соль была соль на соль заговор том числе первых и подброс ей был в дом подклад был дом она делала сама подклад показывает передала показала соль показала землю так а заказчик это кто зачем ему нужно это было она как уговорит какая-то поместье что ли она показывает она показывает мне эмоционально это все понимаешь то есть разговоре она не показывает мне заказчицу и передает у меня на уровне эмоции до какую-то что разгневанная была заказчица месть ненависть злость зависть но это чисто и энергии по программе не было так что нет этого не было по программе это все было хорошо так ну давай попросим тогда мастера вернуть эти энергии заказчику у как и для еще нам говорит что нет живых той которая заказывала ее уже нет живых хорошо тогда но она снимает она говорит что я знаю законы я убираю это все она сделала такую ремарку просто в связи с тем что откат как пойдет откат она это следующую следующую жизнь заказчику пойдет она в любом случае по карме бы пошло просто сейчас вот отсюда энергию возьмем и может она ее отправить там вышивая или к энергетике пусть притянется заказчику который все равно не на земле но в тем не менее вот она сейчас вытащила стрелу стрела это как энергия ее воздействия у нее в руках браслеты сняты но больше воздействия я не вижу все тогда снимается безвозвратные не возвращается больше все до мастер снял мастер снял до управлять портал да и благодарим мастера что сняли и проведа портал я просматриваю ее каких-либо присадок уже там той самой лярвы магического воздействия я не вижу поэтому давай сейчас максимально пропустим через нее я просто предлагаю пропустить через нее энергию а а для того чтобы даже больше энергию огня наверно как то мне почему-то идет энергию огня пропустить чтобы про а вот эти сгустки которые на эфирке есть уплотнение разогнать эту энергию во первых прочистить эфирку и через астрал прогнать энергию для того чтобы так по очереди сначала сейчас погоди для того как энергию давай пару вопросов на диагностике их уже сможем посмотреть по того как энергии закачаем потому что дальше сложно будет смотреть посмотри пожалуйста вот ее беспокоит тазобедренные суставы на обеих ногах диагноз у нее коксартроз может можем ли подкорректировать их либо это после закачки на это первое сейчас просто не более четко видны до воздействия наших но я вижу подсвечивается мне красненьким на составах это чисто физика нет это физика это хорошо физическая здесь а я не вижу никакой хорошо тогда энергии просто их потом эзотерической причины нет хорошо тогда мы энергии после закачки общей энергии подкачать можно туда дать чисто точечно лучами для того чтобы поддержать но вообще нужно постоянно такие вещи поддерживать если энергетически идет воздействие лечения дадим дозу максимальную то что возможно выдержать физическому телу сейчас так до закачки да вот общей сейчас на как лучше нет лучше после после сделаем и закачаем потом хорошо и второе она просит посмотреть поясничную область у нее очень сильные постоянные боли с правой стороны спрашивать что это может быть поясничная область правой стороны и ну там довольно так большая площадь красненькая то есть энергии да тоже нужен лучами но вот здесь в плане остеохондроза да допустим позвоночника я смотрю я там вижу большую протрузию насколько она может давать подобную боль то есть протрузия нас в себе есть ну как бы то но я не знаю характер боли который она при этом испытывает потому что это может давать она есть но не критичная ситуация сейчас с этой протрузии вот так вот чтобы поэтому вот я бы проверила конечно бы яичники и вот это вот всю мочь половой системы бы проверила хорошо давай тогда знаю насколько я говорю же я вижу протрузию вот протрули я такая она есть на спине в этой области тоже физика да это физика нет эзотерических причин хорошо ладно давай тогда сначала сокращаем потом с этими тремя я хочу сказать что астрал вот астрал который у нее находится в очень скованном состоянии а он скованный и он тоже дает проекцию вот дальше по вот этой лестнице на эфирку и дальше все идет на физическое тело то есть так вот сказать что это из-за какой-то порчи и за сглаза или за воздействие однозначно уже нет но то что это исходит из того что у нее поражен астрал и очень загрязнен я вполне могу сказать об этом хорошо так давай тогда закачаем ее энергии да посмотри пожалуйста сколько энергии в процентах и какого цвета ей нужно давай и сначала уплотнения про продуем вот эти потому что мне не нравится ее уплотнение хорошо чтобы прошла энергии перед тем как нас этим сначала хорошо так в процентах энергии продувку делаем сколько и процентов продувка нужно ну вот я сейчас просто возьму сначала энергию огня на на что чтобы эфирное тело разогнать энергию просто эфирное тело она со стихии огня идет работа и здесь пусть эта стихия именно эта энергетика сейчас разойдет разгонит сгустки в эфирке хорошо и давай тогда стихия огня разгоняю сгустки 1 2 3 ну идет тут сейчас мощное пламя мощное насыщение внутри нее я включила внутренний такой огонь ее огонь распространяется на все эфирное тело основные естественно уплотнение они присутствуют в корпусе а вот из центра из солнечного сплетения на периферию идет разгорание вот этого огня идет сжигание этих сгустков ну то есть не то чтобы они горели сжигались она растворяет энергия растворяет все присутствующие сейчас уплотнение отлично отлично как есть отлично все стол астрал давай наши либо конвертацию сделаем переконвертировать все от эти вот негативные эмоции позитивная либо все снятие в воронку ну давай она сама тогда тонкую копию да я попросим переконвертировать хорошо и тогда попроси тонкую копию ее переконвертировать все энергии страха чувства неуверенность в себе тяжести агрессии злобы обиды апатии депрессии разочарание самоединить и комфорта все чувства негативные эмоции испущенные во всех воплощениях пусть конвертирует из них в вибрационных патогенных негативных мыслей в высоковибрационную энергию позитивных мыслей позитивных эмоций один-два-три происходит полная конвертация от конвертация все затемнения которые я увидела первоначально на астральном теле они постепенно исчезают превращая все в однородное свечение то есть однородное светлое астральное тело отлично процесс еще идет поскольку довольно много было загрязнение в этой области сама испустила сама конвертирует это очень очень правильно очень логично есть молодец отлично хорошо так все закачиваем да можно закачивать она сейчас чистая отлично хорошо посмотри пожалуйста сколько и процентов энергии нужный цвет во всех фантомных цветов вот по 200 процентов запустим хорошо и по 200 процентов каждый фантом входит один два три максимально эффективно распределяется и усваивается красный оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолетом все вот сейчас фантома максимально заполняется и уплотняется все четкие контуры ровная плотная хорошо так и вибрации сколько ему 24 26 максимально когда 26 до мы можем подать можно 26 делать хорошо и до 26 герц и вибрации поднимаются 1 2 3 есть есть стоп хорошо и синхронизирует энергии вибрации готова хорошо и защиту и давай защиту тоже и сделано сколько и процентов защиту так давай сто процентов белого потока сто процентов фиолетового запускаю будем делать защитную оболочку хорошо я сейчас почитает единицы до трех и будем делать защитную оболочку сто процентов белого сто процентов фиолетового пошло один два три вокруг нее сейчас создается такое поле защитное как в пленке в такой как в из этих энергий энергии довольно плотные защита хорошая есть есть хорошо хорошо и давай тогда тазобедренные суставы сколько энергии нужно так я беру ультрафиолет по 500 процентов и точечно лазерно вот в оба сустава туда пускаю хорошо начиная работа вот и а и и и и и и и и и Я работаю еще, пускай создают вокруг этих суставов еще некий энергетический запас, так, чтобы эта энергия могла постепенно потом рассасывать, еще подпитывать эту область. Угу. Угу. Насытила. Все, молодец. И тогда вот ту правую область тоже. Давай, да, в поясничную область с правой стороны. Давай тоже насыщай энергии. Отлично. Так, с яичниками что-то будем делать? Я всю область, я вообще всю ее область сейчас все прямо закачала, и я просто на всякий случай предупреждаю, вот в ближайшие дни может быть обострение даже, то есть почувствовать, ну, большую боль, непривычные какие-то. Такое может быть, не нужно бояться, это реакция, если будет такое, то это реакция, пусть не переживает из-за этого. Ну, а проверить вот именно мочеполовую систему я все равно рекомендую, потому что подсветилась область. А вот, возможно, я не спорю, протрузия дает подобное, стараться каким-то образом чисто физически себя укреплять каркас позвоночный, да? Но лучше исключить то, о чем я сказала. Хорошо. Хорошо. Так, и у нее есть вопросы, и давай тогда мы перемещаемся в зал для встречи с ее наставником. Хорошо. И позови, пожалуйста, наставника Мамеда Гелена Николаевна. Наставник есть, наставник женщина. Угу. Хорошо, какой образ она принимает наставник? Ну, образ у меня, скажем так, фантом просто подошел, фантом светлый, светится, подсвечивается белым таким серебристо-фиолетовым цветом. Вижу, что женский, потому что, ну, будто бы платье такое в пол, волосы вижу. Но это, опять же, образ больше нечеловеческий, больше энергетический. Угу. Хорошо. И тогда синхронизируйся, пожалуйста, с наставником на счет три. Один, два, три. Здравствуйте, наставник. Здравствуйте. Угу. Благодарим, что вы пришли. Вы наставник, да, Мамеда Гелена Николаевна? Да. Хорошо. Ответите на вопросы, которые она подготовила. С радостью. Угу. Хорошо. Вот она спрашивает, какая по счету это жизнь у нее на земле? Девятая. Ох ты, девятая жизнь уже. Хорошо. Так, а кем она была в прошлой жизни, она интересуется? В прошлой жизни она умерла в раннем возрасте еще ребенком. Угу. Так, это какая была причина смерти? Восьмая жизнь. Она ушла по болезни, родилась слабым ребенком. Ушла по болезни, но это была ее программа для скорейшей реинкарнации. И нужно было просто набрать некую энергию. Угу. Угу. Хорошо. Так, сейчас она как у вас идет по программе? Да, она по программе идет. В особенности в последнее время она меняется очень сильно. И я вижу в этом свою заслугу тоже, поскольку я направляю ее и подаю ей знаки различного характера. Она стала больше интересоваться духовным миром. Стала иначе видеть жизнь. Меняются ценности в ее голове. Она по-другому смотрит на многие вещи. И более правильно расценивает положение вещей. Она стала более мудрая. Угу. Она все делает по программе. Угу. Угу. Хорошо. Молодец. Значит, вы вместе, начнем, молодцы. Так, сколько у нее кармических узлов впереди и сложные ли? Нет, у нее остался один узел. Узел не сложный. Узел не сложный. но он требует ее концентрации внутренних сил. Она сейчас, именно сейчас, готовится к прохождению этого узла, именно то ее внутреннее состояние, что она меняется. Многие вещи начинают воспринимать по-другому, становятся более мудрой, более спокойной. Это некого рода подготовка к тому, чтобы она максимально легко прошла оставшийся кармический узел, и пройдет она его легко, как раз благодаря тому, что поменялось. Вот если бы такое было в молодости, при ее мировоззрении, тогда у нее бы это было сложности, сейчас нет. Так, ну вот она спрашивает, наверное, это связано, я предполагаю, вот ее взаимоотношения являются кармическими, и кем мы являемся друг для друга в этом воплощении, есть ли смысл в продолжении отношений, есть ли будущее? Тяжелые отношения, но это ее урок. Да, есть смысл продолжать это, но ты имей в виду, что тем самым, проходя вот эти вот отношения, проходя сложности в этих отношениях, когда порой ты не понимаешь, что и почему происходит именно так, ты должна понимать, что здесь ты проходишь обучение, ты смотришь на него, как в зеркало. И при ваших взаимоотношениях, при всех сложностях, при всех поступках и разногласиях, ты должна понимать, что идет воспитание не только его, но и твое. Не осуждай, он проходит такой же урок, как и ты. Объединись на данный момент с ним, объединись в своем сердце, в своей голове, определи это для себя, как обретение опыта, обретение опыта знаний, духовных знаний. Это кармическое прохождение. Поэтому отказываться от этого не нужно, иначе ты не получишь того опыта, за которым ты пришла сюда, за которым тебе дан этот человек. Хорошо, хорошо. Но никогда не жалей себя. Никакая бы ситуация не происходила. Не жалей себя. Никогда обижают тебя. Ни если обижаешь ты. Не жалей себя. Никогда. Тем самым ты умоляешь свою божественность. Умоляешь свои силы. Не нужно. Это дополнительные негативные энергии. Ты очень сильная, даже не думая о том, что что-то сложно дается тебе. Если у тебя есть вера внутри, о своей божественности, о своей свободе, ты пойми, что все, что происходит вокруг тебя, это реализация. Реализация твоей же программы. Ты когда-то пришла на эту землю, и ты знала, ты выбирала этот путь. Не стоит сейчас отказываться либо сетовать на судьбу. Это твой путь. Это твой опыт. Это твоя судьба. Это то, что нужно тебе в первую очередь. Это не наказание. Это не обиды. Это вообще не негатив. Это твой опыт. И то, как ты это все проходишь со светом внутри себя, это основное, ради чего ты живешь. Так. А какие у нее вообще основные задачи и уроки на это воплощение? Из тех, что она еще не прошла. Кроме того, что вы перечислили, в принципе, уже многое. А мне нечего добавить. Ведь вы же понимаете, что каждый из вас приходит на землю для того, чтобы, кроме того, чтобы исправить ошибки прошлого, научиться очень многому, научить свою душу, получить новый опыт. Вы все здесь для получения опыта, для максимального поднятия вибраций своих. И когда вы поднимаете свои вибрации, вы тем самым помогаете самой планете вокруг. Вы создаете поле для всей планеты. Кажется, что это незначительно. Но каждый человек не проживает на земле жизнь свою впустую. Он для чего-то обязательно сюда приходит. И почему вы не задумываетесь об этом? Ведь вы все вместе составляющие одного большого пазла. Да, у вас есть одна задача. Это рост вашей души. Но при этом у вас есть и глобальная общая задача. Это комплексная задача. Когда вы, опять же повторюсь, поддерживаете свои вибрации на должном уровне. Когда вы излучаете потоки любви. Когда вы находитесь в гармонии со своей землей. Вы же на землю пришли. Значит, вы связаны с этой планетой. И вот ваша задача расти вместе с ней. Расти и процветать. Хорошо, спасибо. Так, вот спрашивает она, есть ли у нее родственная душа, в том числе близнецовое пламя. И если да, то кто это? Да. Ну, то, что ты называешь близнецовым пламенем, то, как ты это назвала, и то, что ты представляешь, подобная душа есть. Но ты с ней не встретишься в этом, в этой жизни. Подобная душа, да, она существует. Это не просто близнецовое пламя, это еще одна частица твоей души, которая также проживает жизнь здесь, на земле, и в этом измерении. И точно так же старается, но по судьбе, по программе вы не расположены встретиться в этой жизни. вы проживаете каждую свою жизнь и соединитесь только в точке своего высшего Я в определенный момент. Это то, та именно близнецовая душа, о которой ты говоришь. Возможно, ты представляешь ее иначе, но это именно то, что сказала я тебе сейчас. Родственные же души в твоей жизни присутствуют, и они рядом с тобой. Это души, с которыми ты соединялась в прошлой жизни, будешь соединяться в следующих жизнях, но они не станут тобой. Близнецовая душа это едино с твоей душой. Так, хорошо. Так, и скажите, пожалуйста, как я лучше установить с вами, наладить связь с вами, с высшим Я? И просто нужно чаще обращаться в состоянии покоя. То, что она привыкла называть молитвой, когда она соединяется с Творцом, как правило, в просьбах, в сомнениях, но ваша религия учит вас молитвам, ваша религия учит вас искать Бога в ином, но ваша божественная частица это вы сами. И когда вы обращаетесь к Богу, вы обращаетесь в то же время и к своему высшему Я. когда вам сложно, когда вам грустно, когда вам необыкновенно хорошо, обращайтесь к себе как к Богу. Отправляйте к себе вот эти посылы, энергетические посылы, те, которые вы отправляете в момент молитвы. Это будет разговор с вашим Я, когда ты научишься делать это чаще, делать это не только в моменты душевных разочарований, тревог, бессилия, но и в хорошие моменты своей жизни, просто в уединении. Ты научишься слышать голос своего высшего Я. ты научишься получать ответы напрямую, но это нужно делать в вере о том, что твое высшее Я, оно всегда с тобой, оно есть, оно любит тебя, присутствует, в тебе заботится, о тебе и очень счастлива общению. Просто очень многое зависит от веры человека. чем сильнее его вера, доверие к его высшему Я, тем больше помощи и тем сильнее коммуникация. Хорошо. Хорошо, спасибо вам за ответы на вопросы. Что-то, может быть, еще напоследок хотите ей передать, рассказать? Я сказала, я просто добавлю, что не думай о тяжелых моментах своей жизни, что бы ни происходило, это урок, и чем больше ты будешь думать о негативных моментах, тем больше ты будешь энергии отправлять этим негативным моментам. если в твоей жизни происходит какая-то неприятность, либо ты расцениваешь это как несправедливость, либо как обиду, переключай свое внимание на позитив, делай все возможное, чтобы не думать об этом, вообще не думать, исключить, не анализируй даже это, пройдет само собой. Это эмоция, ты очень много эмоций, копишь в себе, не пропуская через себя, не даешь этим эмоциям рассасываться, и потому твое астральное тело, эмоциональное тело, оно было загрязнено очень сильно, и имеет способность загрязняться. Вот для того, чтобы это не происходило впредь, пожалуйста, относись к своему астральному телу, так же, как к физическому телу, ведь ты не будешь кушать гвозди, потому что они не перевариваются, или стекло, точно так же не запускай в свое эмоциональное тело негативные эмоции, так, чтобы они там ложились мертвым грузом, иначе придется снова оперировать. Делай так, получай, старайся фильтровать свои эмоции, ту энергию, которую ты принимаешь, должным образом учись. Сейчас вокруг тебя события складываются таким образом, что информация иного характера, она начинает окружать тебя, тебе попадается не по вниманию какая-то литература, видеоролики, просто сигналы о том, чтобы получать информацию более тонкую, получать знания о мире, расширять свои знания, ведь у каждого человека и у тебя в том числе эти знания есть, это просто нужно вспомнить, но для того, чтобы вспомнить, нужно разрешить этой информации проникнуть в тебя. не упускай это, занимайся собой, ты сама ответственна за себя, нет судьбы, нет той самой кармы, о которой вы привыкли думать как наказание, вы сами строите в большей степени, у вас есть выбор всегда. Ну да, корма это и есть причина и следствие, это наказание, правильно. Спасибо, мудрые слова, действительно, очень яркие ассоциации, думаю, да, это очень мудро, то, что вы сказали, да. Хорошо, благодарим вас за ответы на вопросы, за помощь своей подопечной и прощаемся с вами. Я была рада общению. Спасибо, это взаимно. И рассинхризируем на счет 3, 1, 2, 3. Хорошо. И давай тогда возвращаем обратно в тело. Есть. Хорошо. Редактор субтитров